У гимназии номер 13 важная миссия. Школа выбрана одним из пунктов проведения первого обязательного экзамена ОГЭ по русскому языку. Процедура уже знакомая. Первый этап – досмотр с металлоискателями и традиционная линейка, чтобы еще раз напомнить девятиклассникам правила проведения тестирования. Сами ребята выглядят веселыми и бодрыми, стараются не переживать. Просто когда стрессуешь, ты все забываешь и уже ничего не вспомнишь, и лучше не надо. И успокоительный пить не надо, потому что замедляется головной мозг. В подготовленной аудитории проходит больше 200 школьников. Именно столько ребят сдают экзамен на площадке гимназии номер 13. С собой по правилам только паспорт и гелевая ручка. Никаких справочников и шпаргалок. За наличие последних девятиклассник может лишиться шанс на сдачу экзамена. Однако, как отмечают наблюдатели, такое происходит редко. Дети приходят с четким пониманием ответственности момента. Экзамен – это уже итог большой работы учащихся вместе со своими учителями. И мы уверены, что дети сегодня, большинство детей пришли подготовленные к экзамену. Поэтому я считаю нашей основной задачей, задачей именно взрослых сегодня, создать все условия максимально для того, чтобы детям было комфортно работать. Финальная ни пуха, ни пират организаторов, и можно приступать к экзамену. ОГЭ по русскому языку длится 3 часа 55 минут. Задания состоят из двух частей. Тестовые вопросы, которые проверяют знания орфографии, лексики, грамматики и написания сочинения. В области аттестацию прошли больше 11 тысяч ребят. Результаты девятиклассники узнают в течение 10 дней.